Спасибо большое, Галина Юрьевна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Моя задача рассказать о тех редких осложнениях иммунотерапии, злокачественных образований, с которыми мы можем столкнуться в своей клинической практике. И, конечно же, развитие клинической фармакологии, внедрение в нашу повседневную практику нового класса противоопухолевых препаратов, это ингибиторы, чекпоинт ингибиторы, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, знаменовали целую новую эру лекарственного лечения больных злокачественными образованиями. Но вместе с тем все эти новые препараты, они приводят к развитию абсолютно уникального спектра осложнений, с которыми мы столкнулись в своей реальной клинической практике. И эта группа осложнений называется иммуноопосредственные осложнения. И если Анна Игоревна и Галина Юрьевна говорили о тех осложнениях, которые встречаются наиболее часто, к которым относятся поражение кожи, поражение органов желудочно-кишечного тракта, поражение печени, железно-нутренней секреции, и уже худо-бедно мы научились бороться, мы научились контролировать эти осложнения, то в своей практике мы можем столкнуться с теми нетипичными иммуноассоциированными состояниями, и эти нетипичные осложнения, так называемые редкие осложнения, процент которых в последнее время неуклонно растет. Часть из них является жизнеугрожающей, поэтому требует незамедлительного вмешательства врача для коррекции данных осложнений. И если этот слайд мы уже видели сегодня не раз, и если частые осложнения, они встречаются довольно-таки часто, их частота может составлять до 60%, то редкие осложнения, к которым относятся неврологические, офтальмологические, кардиоваскулярные осложнения, гематологические осложнения, их процент не превышает 3-5, но в редких случаях до 12% по данным разных авторов. И в своем докладе я бы хотела остановиться на офтальмологических, неврологических и кардиоваскулярных осложнениях. Итак, офтальмологическая токсичность. Это достаточно редкий феномен. По данным большинства авторов, частота не более 1% случаев развития иммуноопосредованных нежелательных явлений. Как правило, в большей степени подвержена офтальмологической токсичности женщины, старшей возрастной группы, 65 лет и старше, обычно возникает после 3-4 введения препаратов. Как правило, носит билатеральный характер поражений, и чаще мы видим это осложнение при применении антипидиаля-1, антител. Степень офтальмологической токсичности, она может колебаться от бессимптомной до полной потери зрения. Поэтому это осложнение тоже имеет крайне важную роль. Среди вариантов офтальмологической токсичности могут быть увииты, конъюнктивиты, склериты, эрозии роговицы, перфорации роговицы, различные кровоизлияния, миостыния глаз, макулопатия, макулярный отек, хореидит, неврит зрительного нерва и меланомоассоциированная ретинопатия. То есть, конечно же, проводя такое достаточно серьезное лечение, мы должны в тесной связи работать с врачом-офтальмологом. И это еще раз подчеркивает ту необходимость и ту важность работы мультидисциплинарной команды. Какие клинические проявления могут быть при развитии офтальмотоксичности? Это помутнение волокон стекловидного тела. Нередко могут пациенты предъявлять при этом жалобы на летающие мушки перед глазами. Дефекты полей зрения, как правило, это расфокусированное зрение, либо развитие диплопии, либо других видов нарушения зрения. Гиперемия в области глазного яблока, болевой синдром, зуд и слезотечение. Какая должна быть тактика? В случае синдрома сухого глаза, как правило, используются глазные капли с увлажняющим эффектом. При наличии воспалительных процессов легкой степени – это использование топических глюкокортикостероидов. Для этого используются стероидные глазные капли с применением, как правило, преднизолона 1% раствора по одной капле 4 до 6 раз в сутки. При воспалительных процессах более тяжелой степени, либо при быстром прогрессировании климической симптоматики, показано применение системного введения глюкокортикостероидов. Это преднизолон, хорошо изученный в минимальной дозировке 1 мг на кг массы тела в сутки. И отмена иммунотерапии должна быть обязательна до клинического улучшения со стороны глазного яблока. Сердечно-сосудистая токсичность. Частота сердечно-сосудистых иммуноопосредованных нежелательных явлений крайне редкая. По данным различных авторов, это не более чем 1,1 или 0,5%. Но, несмотря на их редкость, они могут быть летальными. Поэтому требуют тщательного наблюдения со стороны клинициста. Часто они начинаются рано и имеют тенденцию к быстрому молниеносному течению, имеют тенденцию к быстро прогрессирующему течению. Среди сердечно-сосудистых иммуноопосредованных нежелательных явлений большую доминирующую часть до 70% составляют миокардиты. Перикардиты до 14%, кардиомиопатия токсуба тоже в порядке 14%. Кроме этого, развитие тампонады сердца, как правило, это при развитии массивных перекардитов и развитие острого коронарного синдрома. Как правило, первые клинические проявления сердечно-сосудистой токсичности весьма и весьма не специфичны. Это могут быть жалобы на головную боль, спутанность сознания, быструю утомляемость, слабость, развитие периферических отеков и появление субфибрильной лихорадки. Как правило, мы с вами, не сталкиваясь в рутине постоянно с данными осложнениями, можем списать все эти клинические проявления на проявление опухолевого процесса и не обратить на это внимание. Но при этом даже развитие этой симптоматики требует тщательного наблюдения со стороны клинициста. Итак, миокардит до 70% всех кардиоопосредованных, иммуноопосредованных осложнений. Частота его крайне редкая, до 0,06% при использовании монотерапии, чекпоинтингибиторами. В случае комбинированной терапии частота увеличивается до 0,3% фактически. И в целом это около 70% всех кардиологических, иммуноопосредованных, нежелательных явлений. При этом надо обратить внимание, что сопутствующая кардиологическая патология у пациента, она нисколько не увеличивает риск развития данных иммуноопосредованных, нежелательных явлений. И характеризуется все кардио-васкулярные осложнения ранним началом. Первые 30 дней с момента начала иммунотерапии, чаще всего это после первого либо второго введения препаратов, имеют тенденцию также к быстрому прогрессированию. Вообще все редкие иммуноопосредованные осложнения, они имеют тенденцию к прогрессирующему молниеносному течению. И как уже говорила Галина Юрьевна, миокардит крайне опасен высокой частотой летального исхода. 40-46% пациентов с развитием миокардита в данном проценте случаев возникает летальный исход. Симптоматика первоначально не специфическая. Быстрая утомляемость, одышка, появление периферических отеков. Несколько позже появляются уже боли в грудной клетке, боли в области живота, ТАС и радиация в левую половину грудной клетки. Некоторые пациенты предъявляют жалобы на повышенное кровенаполнение вен шеи. В диагностике нам помогают сирологические маркеры. Это повышение уровня маркеров повреждения миокарда, повышение тропонина, креатинкиназа МВ. И, конечно же, белковые астрофазные параметры, это повышение уровня С реактивного белка и ускоренное СОИ, также могут свидетельствовать о развитии миокардита. Крайне важна ЭКГ и эхокардиографическая картина. По результатам электрокардиографии мы регистрируем нарушение ритма, нарушение проводимости. По эхокардиографии мы видим значительное снижение фракции выброса левого желудочка, как минимум 15-20% от начальной цифры. В качестве дифференциального диагноза выполняется дополнительное МРТ сердца и биопсия миокарда, которая гистологически нам показывает наличие лимфоцитарной инфильтрации миокарда. Перикардит – это также достаточно частое осложнение, около 15-20%. Но в отличие от остальных ранних осложнений, перикардит может развиваться даже в течение года от начала терапии чекпоинт-ингибиторами. Но также крайне высок процент летальных исходов, до 60% пациентов заканчивает летальным исходом, завершается летальным исходом в связи с развитием тампонады сердца. 14-20% – это частота кардиологического осложнения перикардита при использовании чекпоинт-ингибиторов. Перикардит может развиваться изолированно, либо на фоне уже развившегося иммуноопосредованного миокардида. И почему-то чаще всего наблюдается у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Неспецифичность клинической симптоматики – лихорадка, слабость, развитие периферических отеков. Но диагноз мы легко можем поставить по данным эхокардиографии, которая диагностирует наличие жидкости в околосердечной сумке, и по данным МРТ, которая также подтверждает данный диагноз. Крайне важно выполнение цитологического исследования выпада, поскольку дифференциальный диагноз с поражением перикарда имеет здесь также важную роль. И при цитологическом исследовании мы увидим только лимфоцитарную инфильтрацию без наличия цитологических признаков атипичных клеток, то есть опухолевых клеток мы не найдем. Третье по частоте сердечно-сосудистое осложнение иммунопосреданное – это кардиомиопатия токацуба, это еще так называемая стресс-индуцированная кардиомиопатия или синдром разбитого сердца. До 14% всех кардиологических осложнений, вызванных чекпоинт-ингибиторами, частота развития наблюдается наиболее часто через 4-8 месяцев с момента начала терапии. Резкое внезапное начало часто имитирует острый коронарный синдром, выраженные боли в грудной клетке. По данным электрокардиографии мы видим изменения, характерные для острого инфаркта миокарда передней стенки. По данным эхокардиографии мы можем зарегистрировать изменения подвижности стенки левого желудочка причем это могут быть от акинезии до гиперкинезии. И, как правило, можем диагностировать выбухание верхушки сердца с выраженной гиперкинезией. И здесь нам на помощь в качестве диагностики и исключения острого коронарного синдрома приходит, конечно же, коронарография, которая подтверждает полную проходимость коронарных артерий и исключает развитие острого инфаркта миокарда. Какова же должна быть лечебная тактика? Ну, развитие сердечно-сосудистой токсичности иммуноопосредственно. Это стопроцентные показания для прекращения иммунотерапии даже при возникновении самых минимальных признаков. Показаны высокие дозы кортикостероидов по метилпреднизолону 2 мг на 1 кг в сутки паранатеральное введение. При тяжелой степени токсичности с развитием сердечной недостаточности показана пульс терапии метилпреднизолоном. При этом доза достигает до 1000 мг в сутки внутривенно в течение 3-5 дней с последующим переводом на пароральную форму преднизолона стандартной дозировки 1 мг на 1 кг в сутки с медленной, очень медленной отменой в течение 4-6 недель. При неэффективности в течение первых 24 часов после применения пульс терапии показаны более серьезные иммуносупрессоры. Это инфлексимаб, фактор некрозового опухоли. Ну, как Галина Юрьевна сказала, он противопоказан при гепатитах, но также он противопоказан и при хронической сердечной недостаточности тяжелой степени. Либо используются другие препараты, о которых мы уже сегодня слышали. Это микофиламофитил, это используется иммуноглобулины или абацетат. Не рекомендуется возобновлять терапию при второй и более степени тяжести сердечно-сосудистой токсичности. Коррекция должна проводиться совместно с врачами-кардиологами. И решение вопроса о возобновлении терапии чекпоинт-ингибиторами в данной ситуации принимается индивидуально. В зависимости, ну, конечно же, от степени тяжести, если это была первая степень тяжести, если нет других альтернативных методов лечения, или мы видели значимую эффективность этой терапии, то эта терапия может быть возобновлена. Но вот согласно рекомендациям ЭСМА, возобновление иммунотерапии, если был комбинированный режим, то в этой ситуации рекомендован переход только на монотерапию антипидиолиодин антителами. Сосудистая токсичность – это развитие различных воскулитов, при этом возможно поражение сосудов разного калибра, и мелкие, и средние, и более крупные. Но, как правило, возникает поражение крупных сосудов с развитием гигантоклеточного артериита или изолированного аортита. Возможно поражение сосудов центральной нервной системы, периферической нервной системы, что проявляет своей специфической клинической симптоматикой. Сосудистая токсичность, воскулиты, они наиболее часто возникают при применении антипидиолиодин-4 препарата. Это примерно 50% осложнений при этой терапии. Комбинированная терапия не повышает частоту данных осложнений, то есть добавление антипидиолиодин антител, они не увеличивают частоту. Преимущественно это применение эпилемумаба. Как правило, средний возраст пациентов, у которых возникают различные воскулиты, старше 50-54 лет, и в среднем они развиваются через 3 месяца, хотя колебания могут быть и через неделю, и до полутора лет от начала терапии, чекпоинт ингибиторами. Какие же клинические симптомы мы можем увидеть? Ну это точно так же. Неспецифичность симптомов, головная боль, спутанность сознания, периферические отеки, лихорадка. Постепенно возникают потери чувствительности, нарушения мелкой моторики, возможно развитие артериальной гипертонии, тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии, и нарушение зрения в том случае с развитием диплопии, в том случае, если повреждаются сосуды центральной нервной системы. Какие параметры могут быть для нас помощниками в диагностике? Ну это точно так же. Это белки острой фазы, острофазовые белки, это С-реактивный белок, ускоренная соя. Ну и возможно применение биопсии артерии, что используется, как правило, в течение, на фоне иммуносупрессивной терапии, в первые две недели. В дальнейшем уже эта биопсия нецелесообразна, и гистологически это та же самая лимфоидная инфильтрация, которая характерна для всех иммуноопосредованных нежелательных явлений. Какая должна быть лечебная тактика? Тактика при развитии воскулитов? Ну это, конечно же, прерывание иммунотерапии. Вообще, в целом, такая специфическая терапия, она, по сути, не отличается и идентична тактике при лечении классических идиопатических воскулитов. Это, как правило, используется иммуносупрессивная терапия, это высокие дозы глюкокортикостероидов, преднизолона 1 мг до 2 мг на килограмм массы тела в сутки, как правило, применяются парорально, при поражении жизненно важных органов, это поражение центральной нервной системы, крупных сосудов, это пульс-терапия с применением метилпреднизолона до 1000 мг в сутки, внутривенно в течение, как правило, 3 дней достаточным, является с последующим переходом на пароральную форму преднизолона и точно так же, очень медленно, 4-6 недель происходит постепенная деэскалация дозы данного препарата. При неэффективности используются такие препараты, как абацетат, тоцелизумаб, ингибитор интерликина и метатриксат. При достижении дозы преднизолона до 10 мг в сутки и меньше, возможно рассмотреть вопрос о возобновлении иммунотерапии, но здесь, обращая внимание, точно так же мы с вами должны работать вместе с ревматологами, вместе с врачами-кардиологами, для того, чтобы определить период, когда мы можем рекомендовать возобновление данной терапии пациенту. Ну и еще одно редкое осложнение, это осложнение со стороны нервной системы, нейротоксичность, частота иммуноопосредованной нейротоксичности, по данным разных авторов, колеблется от 1 до 12%, при этом поражение возможно как центральной нервной системы, и головного, и спинного мозга, так и периферическая нервная система с поражением и чувствительных, и двигательных нервов, и, как правило, чаще всего мы сталкиваемся с поражением именно периферической нервной системы. Клиническая симптоматика нейротоксичности, вызванной иммуноопосредованными осложнениями, она может быть общей симптоматикой и не специфичной, та же самая головная боль, тошнота головокружения, изменения в поведении пациента, некоторые парастези, так и более тяжелые симптомы при тяжелых состояниях, таких как миостыниогравис или развитие синдрома гиенобаре. При этом наблюдается расстройство вегетативной нервной системы, птоз, выраженная дисфагия, быстро прогрессирующая мышечная слабость и дыхательная недостаточность, которая может потребовать перевода пациента на искусственную вентиляцию легких. Варианты нейротоксичности разнообразны, это менингиты, энцефалиты, миелиты, и более тяжелые осложнения – это миостыниогравис и синдром гиенобаре. Миостыни, энцефалиты, миелиты – они чаще возникают при применении антипидиэлядин, 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 антител, синдром гиенобаре и менингита – они чаще возникают при комбинированной терапии либо при монотерапии эпилемумаба. В среднем неврологическая симптоматика развивается в течение первых трех месяцев от начала терапии, хотя колебания могут быть даже в течение первого месяца до, ну, соответственно, до третьего месяца от начала лечения. Миостыниогравис – это одно из тяжелейших осложнений. Это необратимое аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, которое характеризуется патологически быстрой и прогрессирующей утомляемостью поперечья полосатых мышц. В 20% случаев заканчивается летальным исходом. Чаще возникают у мужчин пожилого возраста на фоне терапии пембролизумабом, и, как правило, это первые 4 недели от момента лечения. Клинические проявления – это глазные симптомы, птоз, диплопия, симптомы со стороны лица, мускулатуры лица, развитие блефораспазма, слабости мышц нижней челюсти, бульбарные симптомы с развитием дисфагии, дисфонии и слабости жевательных мышц. Постепенное вовлечение дыхательной мускулатуры приводит к развитию одышки, дыхательной недостаточности, нередко требующей перевода на искусственную вентиляцию легких, ну и аксиальная мускулатура мышц верхних конечностей, нижних конечностей, а также характерная такая поза, поза свисающей головы. Важное выполнение исследования ликвора спиномозговой жидкости на определение антител к ацетилхолиновому рецептору и к факторам повреждения скелетной мускулатуры. Ну и биопсия скелетных мышц, биопсия миокарда, также подтверждает данный диагноз. Синдром Гена-Барре. Классический синдром Гена-Барре – это так называемая острая радикулоневропатия, воспалительная демилинизирующая полинейропатия, когда происходит нарушение миеллинизации аксона или глиальных элементов. Быстро прогрессирующая, восходящая, но при этом симметричная слабость верхних и нижних конечностей, которая приводит постепенно к развитию порезов. Как правило, больше выражена в нижних конечностях потеря глубоких сухожильных рефлексов, нарушение чувствительности и различные вегетативные нарушения. То же самое прогрессирование слабости мышц, затония мышц приводит к развитию дыхательной недостаточности и требует перевода на искусственную вентиляцию легких. Крайне важно в диагностике исследования спинномозговой жидкости. При нормальном цитозе мы увидим резко повышенные белковые пробы. Дополнительно проводится исследование МРТ позвоночника и головного мозга для исключения компрессионных синдромов или для исключения специфических поражений, вызванного опухолевого процесса. Нейротоксичность. Какова должна быть лечебная тактика? Тесная связь с врачами-неврологами и показана госпитализация в отделении интенсивной терапии. Строго и резко прерывание иммунотерапии при любой степени тяжести. Терапия глюкокортикостероидами. При неэффективности используются альтернативные методы. Это иммуноглобулины, плазмаферез при неэффективности, азиотераприн, циклоспорин и ретуксима, по которым говорила уже Галина Юрьевна. При миостении используются ингибирторы ацетилхолиностеразы. В ареиосептических энцефалитах, менингитах это обязательное применение антибактериальной терапии. И любая степень нейротоксичности это крайне нежелательно и абсолютное противопоказание для возобновления иммунотерапии в последующем. И в заключении мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, внедрение в клиническую практику ингибиторов контрольных точек иммунного ответа расширило возможности лекарственной терапии и противоопухолевого лечения. Но вместе с тем мы видим неуклонный рост специфических противоопухолевых осложнений иммунотерапии. Редкие осложнения это, как правило, остро возникающие угрозы в первые 4 цикла первые 12 недель. Применение ингибиторов антипидиодин-пидиолиодин это аутоиммунные реакции со стороны органов зрения, сердца, нервной системы. А эпилемумаб это, как правило, тяжелые воскулиты. Особенностью редких осложнений является молниеносное течение. И при запоздалой диагностике это приводит к декомпенсации функции пораженного органа. И крайне важно, ранняя диагностика это залог успешного лечения в последующем наших пациентов. То, о чем говорила Галина Юрьевна, важна осведомленность врачей и пациентов о возможных редких осложнениях. Поэтому школы по обучению врачей, школы по обучению пациентов в данной ситуации никак актуальны в этой ситуации. Благодарю за внимание.